всем привет середина марта уже ночью положительной температуры начал все таять и значит на оке будет скоро ледоход поэтому осталось может быть одна-две рыбалки когда можно еще здесь что-то попробовать половить вчера уже ездил один раз правда другое место но что-то совсем плохо пяток ершей поймал пара микро окуньков на этом все рыбы нет но сегодня приехал другое место попробую здесь половить сейчас посмотрим что у нас за входом на лед вода здесь присутствует потому что положительная температура ну во-первых немного и главное уровень воды упал последнее время 3 трещина это значит и идет как бы провалился это значит что сейчас он практически на земле лежит и здесь можно спокойно проходить ну и дальше здесь тоже я смотрю пока безопасно так что в этом отношении все неплохо лед еще очень толстый но это вот здесь здесь нет течения поэтому лед практически не изменился только стал более мокро а вот где есть течение там уже промоины туда ходить не надо иначе можно провалиться окунек вижу окунька правда какой-то совсем вялый практически не двигается может и не клевать вполне посмотрел подводную камеру половине лунок вообще рыбы никакой нет но кое-где увидел в одном месте окушки в другом месте эта рыба похоже на плоту в общем какая-то рыба есть осталось ее уговорить на поклевку начну как всегда с калужского шарика на окея всегда с него начинаю рыбалку как универсальная снасть даже у меня тут еще осталось подсажены шарики чернобыльник я вчера ловил вот они еще остались можно даже не менять пока тишина попробую сейчас на гвоздик можете он сегодня понравится рыбе кого там вытряс ёршик ой бедняга что он прям скрючился так опять первая рыба на окея это маленький ёршик теперь ёршик пожирнее немножко берет прям на голый колокольчик гвоздик с колокольчик вот это ничего такой покрупнее поменял снасть на гвоздик маленький и пошли поклевки но к сожалению ершины вот они ёршики сейчас еще несколько штук поймаю если другой рыбы не будет значит надо идти дальше первая лунка принесла только ершей поэтому надо идти искать другую рыбу о неужели окунь так да вот он окушок все-таки уговорил я окушка правда не крупный но все-таки приятно что удалось его раззадорить такой матросик совсем не крупный практически без насадки ну маленький маленький шарик чернобыльника его практически здесь вот и не видно может быть покрупнее будет хотя в последнее время здесь покрупнее рыбы то и не видел может быть чуть-чуть покрупнее посмотрим но это ёршик понятно прежде чем ловить окуня надо выловить всех ёршиков которые здесь есть и лучше это делать на без мотылку чтобы побыстрее так ну это нам уже не знаю какой десятый здесь ёршик видимо окунь здесь что-то не хочет брать хотя вроде его там видел но что делать лучше поискать день в другом месте еще несколько лунок сделаю про сверлить тяжело но что делать надо про сверлить тяжело про сверлить тяжело то ли зацеп был то ли что-то такое хорошее вообще непонятно есть кто-то вот это жердяй это жирный такой ёрш да это вот что-то у меня было похоже на зацеп прям что-то такое мощное но возможно что это и рыба была даже еще себе так ловлю еще здесь лунки приходится раскачивать пришел где-то минут пять-десять вообще поклевок не было сейчас вот какие-то поклевки пошли так непонятно там похоже какая-то коряшка на дне так еще ешь но здесь хоть ершик покрупнее заглотил то крючок практически даже не торчит и спасти вот какой жадный а вот какой жадный а вот какой жадный а ух ты что себе загибчик что-то на ерша не похоже кто это окунёк ага и уже такой неплохой ну для этого места конечно вот так вот все-таки нашел я лунку где клюнул средненький окунёчек такой но этот явно активный окунёк прям я только опустил прям сразу с первой проводки загнул вроде вот эти окуни не крупные они должны быть стайны но здесь как правило один максимум два ловится и все о тоже со дна поклёвка и это ерш но здесь хоть рыба какая-то присутствует а то бывает просверлишь одну лунку две лунки три лунки и тишина вообще поклёвок нет как-то грустно сразу становится сильно так что еще здесь есть в этой лунке сейчас посмотрим так пошли ерши вот это похож на окуня ооо ребята белая рыба густерка класс правда не крупная но все-таки может даже подлещик не но скорее всего густерка все-таки вот такая вот рыбешка ну мелковата конечно конечно мелковата ну хоть какую-то белую рыбку поймал и то хорошо пусть не крупную но все-таки приятная две лунки просверлил уже сил нет больше лед толстенный да еще и мокрый так кто там ершина нет все-таки окунёк какой сегодня третий что ли но этот не крупный я бы даже сказал мелкий такой матросик сожжал чернобыльника зараза у меня их уже практически не осталось придется напарыша или без насадки попробую без насадки сейчас есть кто-то о да неплохой ничего себе кто это окунь нет потва отлично не очень крупная но все-таки более-менее такая условно-условно съедобная думаю дай-ка я попробую нимфа шарик он у меня лучше все плату ловит опускаю и ловлю плату все-таки на какие-то вот определенные снасти ловится рыба какая-то лучше какая-то хуже ой ё-моё это друзья зацеп зацеп с нимфа шариком так у меня где-то был отцеп попробую отцепить а вот она сама отцепилась хорошо здесь на дне лежит какой-то зацеп или там пручки это от куста или может быть трава какая-то но постоянно цепляет ну и рыба там зараза стоит а вот хитрая какая рыба ну что делать буду рисковать наверное если совсем зацепиться но можно было попробовать будет отцепом отцепить но пока сама отбивается сейчас попробую на гвоздик так вот тоже неплохая какая-то рыбка еще плотвичек вот раз на гвоздик с колокольчиком чуть поменьше блин какая хитрая рыба это плотва выбрал лунку где там эти кусты и она там сразу спрячется а вот на открытом месте нету и по крайней мере не клюет буду здесь пробовать ловить еще кто-то еще плотвичка по тысяч правда не крупная но так весело и половить есть еще рыбеха еще плотвичка плотвичка прям такая одного и того же размера грамм там по 50 первая только была на грамм 70 еще раз убеждаюсь что на оке главное это найти рыбу найти лунку который есть рыба вот нашел и пошло-пошло-пошло плотва ловить ловить все рядом лунки недалеко друг от друга но в одной ловится других нет что интересно здесь есть и окунь я его виду в камеру причем окуня больше всего было под плотва была на мало а клюет плотва все-таки поймал еще плотвичка платочат все меньше и меньше первая такая была средненькая потом все мельче 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 вот этот покрупнее ну-ка что это а это окушок вот он первый окушок здесь ухты неплохой такой окушарик я недавно все думал что-то окунь-то здесь не клюет он же я живо здесь видел а как левал плотва мелкая ну вот и окунёк клюнул лунка прям чемпион но вот этот конечно то что там ветки цепляет постоянно это напрягает чтобы не оборвать мормышку сейчас ловлю только это на гвоздик вот этот маленький сегодня на него хорошо и ерши прям кидаются и вот плотвичка одна другое окунёк от попался хорошо кого-то еще отцепанул опять плотвичка ох поклевка такая прям отдай удочку еще есть вот опять окушок не дает рыбу мне уйти отсюда прям я только подумаю что все надо поклевок нету надо идти дальше раз и очередная поклевка вот что значит друзья найти клевую клевую лунку сейчас я с нее поймал уже рыба больше чем за все за все предыдущую рыбалку прошло минут на 10 еще 5 плотва вот этой плотвой на можно здесь наловить довольно много не крупный но она мне принципе не нужно такая мелка просверлил еще одну лунку недалеко от той где мне клевала вот сейчас посмотрим главное чтобы здесь зацепов не было потому что там постоянно цеплял за какой-то за какие-то ветки посмотрим как здесь так здесь тоже плотва есть но поклевки намного реже и плотва я сказал бы даже еще меньше чем там в предыдущем месте так вот плотвичка ничего покрупнее немножко предыдущих правда до этого был сход там мне кажется еще покрупнее было берет очень высоко где-то уже полметра поднимешь только тогда поклевка просверлил две лунки недалеко от клевой одну вправо одну влево вроде недалеко метра два-три но там значительно хуже там одна две рыбки и только плотва и все о чем это говорит она о том что рыба она стоит прямо вот где кусты то есть здесь под лункой там вот это здесь куст от берега на берегу и видимо здесь вот ее ветки и там вот она под ветками прячется и никуда не хочет убегать стоит здесь поэтому вот здесь она и клюет но ловить конечно здесь очень нелегко потому все время зайти ветки мормышка цепляется вот такая хитрая рыба так все даже на мои клевые лунки закончились поклевки так ну что сейчас еще заливчик сбегаю часа полтора есть еще на рыбалку попробую там может там тоже какая-нибудь интересная рыбка попадется в прошлый раз и лес мне попался хочется чего-нибудь интересное поймать перешел заливчик посмотрим живет ты сегодня здесь кто-то и будет ли он клевать этот кто-то правда сейчас вот уже ближе к обеду как правило клев совсем плохой но бывают какие-то редкие стучки можете клюнуть что-нибудь так ну что ершина а не плотвичка сегодня похоже активно мелкая плотва что такая совсем мелкая то даже мельче чем там где ловил странно здесь вот либо окунёк клевал либо ерши а сейчас плотвичка подошла кто еще здесь живет кто-то покрупнее кто-то у как ничего себе кто это такой активный то а окунь был видел окуня блин ну сошел кто видно взял не очень хорошо есть клевые лунки есть не клевые я первую проверил там вообще тишина 2 опустил и 10 и плотва и окунёк есть гвоздик только опустил сразу жирная вершина клюнул да вот я сам очень нравится этот гвоздик там на него хорошо ловился есть но и другая рыбы не пропускает надо мне еще такой купить у меня вот именно такого нету больше если оторву то заменить будет нечем если или более тяжелый или без колокольчика с этим с шариком а шариком все-таки чуть похуже по крайней мере у меня работает пошли здесь одни ерши надо менять локацию сейчас напоследок еще вот здесь попробую если совсем недалеко уже струя сильное течение вот видно промойны и может быть здесь вот вода более свежая но посмотрим бывает что здесь какая-то интересная рыбьёк клюет уже лунки есть не замерзший но сейчас здесь попробую и есть кто-то окунёк не крупный но все-таки окунишка а то последние наверное уже час одни ерши 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 конечно мелковат но все-таки другая рыба кто это покрупнее кто-то не намного крупнее но прям такой бойкий окунёк и пестренький весь это в точку болезнь такая подкожная паразиты всякие живут все больше таких попадается но основном там где вот трава здесь залею много всякой травы и вот там вот и бредителей этих тоже много что-то мне показалось была поклевка а ну-ка еще разочек точно поклёвка о плотвичка такая должна долгожданная сработал мой способ ближе к кустам просверлил лунку тоже вот почти как вот в том месте где мне плотва ловилась и тоже здесь зацепы то есть видимо там ветки деревьев и опять плотвичка то есть плотва она сейчас вся там этих в кустах стоит все-таки зацепил я за ветку на так-то не могу отцепить сейчас попробую отбить с помощью отцепа надеюсь что получится слава богу удалось мне отбить мормышку потому что это у меня мормышка я уже говорил это единственное экземпляре было бы очень обидно и потерять пришлось очень долго стучать там какие-то трава какие-то ветки но слава богу вот удалось спасти мормышку был не буду больше скушать судьбу и на этом закончу сегодня рыбалку больше всего рыбы я сегодня поймал на гвоздик такой с колокольчиком но это у меня любимая приманка она отлично работает и на водохранилищах и на оке везде это ручная работа по мою александра зайцева уловка покупал я в интернете вес у нее 0 3 грамма и вот с таким паре с таким кивком из рентгеновской пленки просто отлично работает сегодня это мой фаворит крупной рыбы я сегодня опять не поймал зато сколько было сегодня поклевок особенно когда нашел клевую лунку в кустах там и прямо одна за одной плотвички и окуньки такие проскакивали неплохие так от души половил вот так что рыба вся прячется сейчас в кустах вот рыбалка получилась совсем не трофейная зато очень веселая поклевок было много может быть это последняя рыбалка на океа ну а может еще удастся разочек сходить не знаю как получится ладно водохранилищах я думаю еще половым лед толстенный главное чтобы можно было на него еще выйти а то вода попрет и лед отойдет от берега все друзья на сегодня я с вами прощаюсь надеюсь встретимся на следующей рыбалке всем всего доброго до новых встреч